Помидоры, картофель, шампиньоны и сыры. Собирать корзину не только для кубанского борща, но и на самое изысканное блюдо в краснодарских магазинах сегодня несложно. Пустыми прилавки здесь уж точно не назовешь. Введенные санкции пока не сказались ни на количество продукции, ни на ассортимент. Где-то еще спасают и запасы на оптовых складах. Большую часть, конечно, замещают товары от местного производителя. Там, где образуется дефицит, торговые сети находят альтернативных отечественных поставщиков. Накануне на заседании правительства Дмитрий Медведев отметил, и тем и другим придется пересматривать принципы общения. Между ними сегодня как никогда тесная связь. У нас что точно нужно обратить внимание, это на то, чтобы все в нынешней ситуации были, так сказать, взаимно вежливы. И поставщики, например, аграрной продукции, с одной стороны, и торговые сети, которые, наконец, стали наших поставщиков видеть на близком расстоянии, потому что до этого они, как от мух назойливых, от них отмахивались. Сейчас ситуация изменилась, они друг другу протянули руки. Ну, я думаю, что вот это как раз и правильно, чтобы они работали в рамках существующего законодательства торговли. Видеть поставщиков на близком расстоянии стали и кубанские магазины. Рядом с ценниками у большинства продуктов сегодня можно заметить еще одно примечание – кубанский производитель. Жители края не лишены выбора ни овощей, ни фруктов, ни молочной продукции. В регионе даже делают несколько видов деликатесных сыров с плесенью. В наличии широкого ассортимента убедился и Александр Ткачев. Сегодня с проверкой губернатор приехал в один из городских магазинов. У руководителя группы краснодарских гипермаркетов он поинтересовался, насколько меньше в магазинах стало импортной продукции. И импортной, примерно, сколько процентов? Процент импорта здесь сейчас не более 15%. Всего, да, если взять на накопку, да? Да, да. Основным, конечно, представлены местные производители, это кубанские. В принципе, вообще наибольшая часть товарных позиций, представленных в магазине, является продуктом местных производителей. Практически на том же уровне остались и цены, отмечает во время осмотра ткачев. Свинина и говядина в среднем подорожала на 5%, а вот овощи и фрукты, наоборот, ушли в минус почти на 20%. Но, по словам специалистов, такое изменение цен больше сезонное. Сейчас уже ситуация устаканилась и в ближайшем будущем подорожание не предвидится. Цены по-прежнему будут на контроле. Ежедневно специалисты будут проводить рейды по крупным торговым сетям, рынкам и магазинам. В целом же, отведение санкций, подчеркивает Александр Ткачев, Кубань даже выигрывает. Это, конечно, скажется на экономическом и финансовом состоянии наших предприятий. Более того, мы каждую неделю встречаемся с крупными, с мелкими фермерами. И мы общаемся на одном языке. И, в общем-то, все понимают прекрасно, что мы должны за этот короткий срок удвоить, утроить объемы производства. Создать новые оптово-логистические центры, которые будут собирать продукцию, закупать по устойчивым ценам, гарантированным. И переспределять эти товары на другие рынки, естественно, в другие субъекты Российской Федерации. Кубань должна кормить Россию. Мы себя уже давно накормили. А задача стоит кормить страну, другие территории, регионы и, конечно, на этом зарабатывать. Не замечают изменений от эмбарго пока и сами покупатели. Признаются, они и раньше отдавали предпочтение местной продукции. Абсолютно мы пока от санкций не страдаем. Только все в позитив. Все хорошо, урожай богатый. Приоритет наша семья делает на свой российский производитель, ну, в частности, на кубанский. Я вообще-то за, чтобы мы ели русскую продукцию, а не какую-нибудь там непонятную. У нас большая Россия, большая страна, великая держава. И питаться какими-то ГМО и всякими продуктами непонятными – это я против. Хорошо, что на Кубани едим наше, кубанское, а не какое-нибудь там другое. Чтобы удержать ситуацию, фермерские хозяйства сегодня озадачены увеличением объемов производства. Но этого недостаточно. По мнению властей, в первую очередь необходимо создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса. Во многом именно они замещают большинство товаров на прилавках. В конечном счете может выиграть не только производитель, но и самое главное – потребитель, который получит широкий ассортимент и доступные цены. Мария Крошная, Денис Перец и Антон Калиниченко. Кубань, 24, Краснодар.